Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Вадим Галкин. Ответы на вопросы». И Вадим уже с нами. Приветствуем вас! Добрый день! Вадим, ну как бы понятно, какая главная тема. Давайте я ее выведу на экран. Я вчера еще вечером очень порадовался за эту тему, с которой предлагаю начать. Друзья, кто еще не в курсе, рад сообщить, что стратегия доллар-рубль показала, превысила, пробили мы, если вы обратите внимание, пробили мы диапазон, который был с лета у нас по доходности и вышли на уровень 1420% за период. Вадим, поздравляем вас от всей души. Вижу, что месячная доходность от минус 2 до выше 14% уже поднялась. Это радует. И просадка текущая от максимума 0% к вопросу о просадке. И, конечно, вопрос, Вадим, как это получилось, за счет чего, что поймал робот, так скажем? Ну, обратите внимание, что как бы не только эта стратегия жила, да, жили, скажем так, многие стратегии, не только мои, но, видимо, как-то рынок ожил, вот, пришел интерес, деньги появились в реальной торговле, как-то волатильность пошла, вот, видимо, вот этот пакет новостей последнего времени, то, что он ожидался, само по себе повлияло, а потом, видимо, вот эти вот уровни для нефти и для курса рубля, они, ну, достаточно значимы для многих, и, безусловно, многие, как бы, да, активизировались при приближении, скажем так, к этим уровням. Поэтому, вот, мы получили то, что получили. Вот, и радует не сама цифра, там, 1400, это все условные вещи, я уже это объяснял. Но самое главное, что действительно вышли из диапазона вот этого вот бокового по equity, это вот существенный плюс, это говорит о том, что, в общем, ну, вот этот застой, долгий застой, который нас выматывал, он, в общем, в какой-то степени, видимо, по крайней мере, на какое-то время прекратился. Вот, поэтому, в целом, как бы, да, позитивненько так прошло последнее время, последние недели. Да. Вадим, еще раз хочу уточнить свой вопрос. Что на ваш взгляд поймал робот? Здесь была какая-то такая драйвовая идея, которую робот поймал, или какой-то общий подъем? Нет-нет, главным образом то, что рынок достаточно однозначно воспринимал информацию, которая, как бы, приходила. И, если посмотреть на движение, в частности, на рубль-доллар или на евро-доллар, евро-рубль, в общем-то, такое, как бы, достаточно уверенное, скажем, движение демонстрировал рынок. И, ровно поэтому, собственно, вот это и поймала система, и отторговала и вниз, и вверх, и снова вниз. Поэтому, в общем, как бы, ну, вот такая, как бы, скажем так, последовательность игроков, несуетность, да, она, в общем, принесла свои, скажем так, плоды всем, видимо. Понял вас, спасибо большое, Вадим. Да, действительно, я обратил внимание, что было такая, можно сказать, подобие широкой такой пилы, и то, что на этом можно было как много заработать, так и много потерять. И то, что вы оказались, так сказать, на светлой стороне заработавших, это, конечно, алготрейдинг. Мне кажется, вот преимущество алготрейдинга в таких ситуациях, оно очень хорошо заметно. Да, да, это действительно так, потому что, в общем, торгуя вручную, очень трудно внутри одного дня торговать в разные стороны, и успешно торговать в разные стороны. Для этого нужно, конечно, иметь известную смелость. Вот. А алгоритмы, да, позволяют это сделать в такие ходовые дни, это прекрасно получается. Потому что, в принципе, любое движение в ту или иную сторону, оно всегда порождает какие-то контрдвижения, они обычно достаточно заметны для того, чтобы их использовать. Понял вас. Спасибо большое, Вадим. Ну, вот я вижу конкурс «Алгоритмус-2016», вы в пятерке лучших со стратегией, 33% за 5 недель приблизительно после открытия конкурса. И я вижу, что конфиди ваши, как вы отметили, показывают все такую хорошую доходность, 36%, лидер 87%. Да, действительно, такое впечатление, что время пришло интересное. Ну, знаете, как бы тут безусловно, безусловно, время интересное, но все по-разному работают, поэтому для кого-то оно может быть хорошее, для кого-то может быть и хуже. Меня радует даже не пятое место там бренд, а то, что там в топ-10 не одна моя стратегия, а несколько, скажем так. В топ-10, в топ-15, в топ-20, то есть они практически все перформят в той или иной степени. Вот это как бы действительно приятно, потому что в конечном итоге цель не победить в конкурсах, а в том, чтобы показывать все-таки какие-то там близкие результаты по разным стратегиям. Это говорит об эффективности, в принципе. Ну, я даже раскрою участникам Нитрей ТВ секрет, что цель в данном случае заработать много денег и получить хороший бонус. Поэтому мы видим бренд 31%, раз нефть 25%, действительно все очень в топ-11 получается, 4 стратегии. Доллар-рубль 13%, лукойл 11%, ну шикарно, шикарно. Говорит, красота, красота. Ну и люди, так я смотрю, активненько, 0 доходности, 22 человека показывают положительную доходность по конкурсу. Ну, шикарно, шикарно. Ну, в общем, да. В общем, достаточно неплохо в этом году все выглядит для участников. Ведь много мы научились за последние пару лет. Действительно научились создавать достаточно устойчивые стратегии. Ну, безусловно, при условии, что рынок живой. Если рынок, так сказать, мертвый, то, к сожалению, мы не волшебники. Да. Мы можем, но волшебство пока еще не в нашей власти. Это точно. Вадим, хочу обсудить с вами два вопроса, которые будоражат общественное мнение последние сутки. Ну, во-первых, вчера ФРС оставила ставку без изменения 0,25-0,5%. Ну и сегодня Курода, Центробанк Японии, тоже не тронул ставку. Но если вчера на евро-долларе мы увидели там 40 центов вверх, 40 центов вниз, такой небольшой колбас, назовем его так, то по иене там несколько фигур вниз, в частности по фунту иене 500 пипсов вниз. Это вот как вообще? Это почему, на ваш взгляд, вообще может происходить такая разница в восприятии? ФРС оставила без изменения, ничего не случилось. Центробанк оставил Японии без изменения 500 пипсов движения. Это что за истерия? Ну, я думаю, во-первых, ожидания были немного разные, скажем так. Потому что по Японии, насколько я понимаю, рынок все-таки ориентировался на то, что Центробанк будет менять ставки. Если говорить о американском рынке, то большинство сходилось в том, что не будет, во-первых, наверняка не будет изменения ставок, во-вторых, большинство ждало достаточно такой туманной риторики, поэтому, в общем-то, реакция и была такой, ну, как бы, как на предсказуемое событие. А вот по Японии там ситуация была иной. И, собственно, реакция японского Центробанка, она, скажем так, вот это вот решение, да, это была реакция на статистику по инфляции, в первую очередь, насколько я понимаю. И я так понимаю, что она, в общем-то, ну, разочаровала и Центробанк, и игроков, и поэтому такая реакция была. Потом, ну, понятно, что все-таки экономика Японии, наверное, все-таки в несколько худшем состоянии, нежели американская, вот если говорить о статистике. Поэтому и такая нервная реакция, и я думаю, что в этом дело. Понятно. Вадим, как, на Ваш взгляд, вот это резкое укрепление иены, ну, соответственно, косвенное, может быть, ослабление доллара через доллар-рубль может повлиять на рынок? Можем мы увидеть укрепление рубля в этой ситуации? Нет, 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 это абсолютно, я думаю, исключено. Вот, другое дело, что укрепление, оно происходит, оно происходит, в общем-то, по причине, безусловно, там, удорожания нефти. Но мы видим, что вот эта резистентность, да, рубля по нефти, корреляция, да, она потихонечку, скажем так, не то, чтобы она уходит, но рубль относительно доллара, как бы, ну, укрепляется не так быстро, как мог бы, если бы, в общем, не было неких иных факторов, которые влияют на курс. Как, например, нежелание Центробанка видеть крепкий рубль? Безусловно, да, безусловно, это так. Вот, единственное, что, конечно, это непрозрачная достаточно процедура, мы не знаем, в какой форме и как влияет Центробанк на курс на сегодняшний момент, но то, что Центробанку не нужен курс ниже 60, это очевидно. Вот, и плюс к этому, ну, во-первых, помимо всего прочего, у меня такое ощущение, что игроки сами осознают этот факт, и, в общем, это такая самоксунзура рыночная. Никто не рискует играть на понижение существенно. То есть, технически, да, рубль немного укрепляется, но никто против воли ПАПы, как называют Центробанк на рынке, в общем, идти, наверное, не думает. Поэтому я думаю, что если нефть начнет корректироваться, то в этом случае народ радостно побежит наверх по курсу доллара, против рубля, прям радостно. То есть, вот это будет никем не как бы ограничить. Обсайда там выше крыши. А вот вниз, видите, как мы так очень неактивно движемся, хотя достаточно последовательно. И вот эта вот ситуация, она в каком-то, кстати, смысле и помогла немного с ним заработать, потому что я думаю, что просто многие ушли, как бы спекулянты ушли именно от игры в шорт на рынке. То есть, те люди, которые очень на коротке работали, они как-то, мне кажется, их активность несколько уменьшилась здесь. То есть, все стало поэтому несколько более гладко. Может быть, не очень волатильно, но гладко. И поэтому вот рынок стал таким красивым, удобным, торгуемым, торгубельным, так сказать. Понял вас. Я, кстати, обращаю ваше внимание, что у нас пакет доллар-рубль уже 64.77 в моменте. Так, существенное движение. Это tomorrow, да? Да, да. Ну, все откроем тоже, посмотрим сейчас. Естественно, мы не можем пропустить этот инструмент. 65.590 в моменте. Ну, тоже пробили все, что можно было пробить на уровне 65.871. Такая отметка у меня на БКСе, на других платформах может несколько отличаться. Ну, мы так серьезно, я считаю, пробили и, ну... Ну, знаете, на самом деле, это как бы не совсем тот локальный минимум. Там еще был предыдущий, он где-то близко к текущим значениям на сегодняшний момент. Вот. И, конечно же, в общем, все сейчас будут смотреть на нефть, потому что, в общем, растет она без особых причин, так по большому счету. При том, что была информация, что, значит, рекордные ланги открыты фондами по нефти. Вот. И у меня как бы возникает вопрос, а, собственно, кто покупает-то, если они уже в позициях, если они уже как бы, да, свои лимиты загрузили. Видимо, так сказать, да, вот мы видим, что и объемов особо больших там как бы нет. Вот. Поэтому, безусловно, мне кажется, все сейчас на таком, как сказать, на коротке, так сказать, ждут коррекции и готовы раздать нефть в случае, если она начнет отваливаться очень быстро. Вот. У меня лично такое впечатление. Поскольку все, ну, зашли быстро, да, как бы достаточно большими объемами, то есть они безболезненно могут разгрузиться. Поэтому мне кажется, что нефть в случае чего может просто отвалиться буквально в мгновенно. Да, такое впечатление у меня тоже есть. Посмотрите, как сегодня бьется нефть в отметку открытия сегодняшнего 47.26, и мы бьемся в эту отметку уже раз, ну, по сути, целый день. Поэтому, как-то так, такое впечатление, что сдулись немного. Ну, сдулись, не сдулись. Я говорю, что, в принципе, это движение может и практически без объемов быть, вот, но основные-то силы уже, как говорится, в деле. И, ну, скажем так, насколько долго вот этот процесс роста может быть поддерживаться без их участия, я не очень понимаю, честно говоря. То есть вот такая информация, что уже там все по уши в лонгах, она, в общем, играет в какой-то степени против перспектив роста. Зато, как бы, если начнут резать, то хорошо порежут. Я понял. Вадим, сегодня у нас пошла очень интересная тема, которая вам тоже знакома хорошо, и тем более речь идет о человеке, который эту тему уже лет 25 продвигает, которую вы тоже прекрасно знаете. Вот какая-то тема. Не надо теряться в своих рынках, и правильно торговать облигациями надо. Сегодня вот люди задали мне вопрос, а почему мы не торгуем облигациям на Utrade TV? Я даже что-то не начался ответить, а потом думаю, подождите, у нас же есть Александр Прохнул, руководитель, Children's Coven финансы. Тут как бы 25 лет, вот я читаю, уже торгует, и считаю, что этот рынок должен развиваться и так далее. Очень интересная, кстати, статья, коллеги, я прилагаю в чате, советую всем посмотреть. А к Вадиму, собственно, почему я показал эту статью, поскольку Вадим много лет работает с Александром Бахновым. У меня вопрос такой. Вадим, а возможно поговорить с компанией Children's Coven Finance, чтобы кто-либо из тех, кто непосредственно каждый день занимается облигациями, хотя бы раз в неделю, скажем, по понедельникам в 2 часа или в любой другой день в 2 часа, поскольку у нас эфиры в 2 часа, приходил бы к нам и давал бы какой-либо обзор по рынку облигаций. И вместе с объяснениями, а где ими можно торговать. Раз у людей пошел запрос, может быть, и Шоберсфорд сможет нам помочь? Я думаю, да. Я думаю, что нужно поговорить будет. Может быть, прямо вам непосредственно. Я даже сейчас... Надо подумать, с кем лучше это обсуждать. Но я думаю, что это вполне возможно. Я думаю, что компания заинтересована в этом. Конечно. Вадим, а можно все-таки вас попросить подумать, посоветоваться внутри компании, насколько это интересно? И чтобы мы не полезли в ненужное окно, как бы не вызывая ненужного разрушения, если вы нам подскажете, как эту тему отправить туда запрос... Я думаю, что нужно зайти на Софию Паскаль, с ней переговорить. Она, я думаю, координирует такие вещи. И она, соответственно, там определится с руководством, кто будет такими спикерами. Я понял. Хорошо. По облигациям я тогда себе записываю. А у меня вопрос такой. Шилдерс Ховен, какую долю бизнеса приблизительно составляет облигация? Вы активно торгуете облигациями? Я думаю, что там 95% облигаций. Серьезно? Да, да, да. Я понял. Причем я читаю обзоры и вижу, что это и Европа, и Латинская Америка. Ну, по-моему, весь мир, так сказать, все, что интересно, вы торгуете, да? Да, но только единственное, что нужно понимать, что здесь как бы физически разделены. Компания московская, в которой, собственно, я работаю. Это одна, которая, собственно, занимается российским рынком. А основной бизнес голландский. И, скажем так, контрагентом по сделкам является голландская компания. Собственно, она осуществляет сделки на рынке облигаций. То есть это как бы не российский бизнес, это голландский бизнес. Нет, нет, я понимаю. Но в России же есть российский аналитик по российским облигациям, что является основным интересным. Аналитики, конечно, да, безусловно. Аналитики, конечно, потому что компания российская предоставляет консалтинговую поддержку для голландской компании. Здесь, я думаю, проблем не будет с этим. Я понял. Я с ним так. Хорошо. Вадим, какие планы на май, на июнь? Какие-то особенности? Мы касались того, что это периоды живые, еще активные. Ну, какие-то особенности в связи с длинными праздниками в июне, в мае, вернее, для стратегии, по которым... Да, я, честно сказать, пришел к тому, что надо, видимо, на ночь, ну, имеется в виду совсем, когда нет торгов, в общем, прикрывать позиции по нашим стратегиям. И, видимо, на праздники это тоже будет проделано. Потому что, в общем, ГЭП, к сожалению, такая вещь, скажем так, она может сыграть как в твою сторону, так и против тебя. Поэтому я решил, что, в общем, нам этот риск лишний не нужен. Ни нам, ни нашим последователям. И через выходные, и через ночи, и уж тем более через праздники мы будем прикрываться и начинать все заново по возвращению на рынок. Я думаю, что это, в общем, себя оправдает. Вот последнюю неделю мы торговали именно по этому принципу. Ну, в этом раскладе когда ориентировочно вы планируете закрывать операции? В 7 вечера? В 23.45. Все закрываем. То есть торгуем до... До закрытия, да. И закрываемся на закрытии. Я просто думал, что вы хотите еще раньше закрываться, там, в 7-8. Нет, 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 просто, чтобы позиции не переносить через ночи. А так, нет, потому что очень часто вечерка бывает очень даже ничего продуктивного. Там у всяких высокочастотников, видимо, поменьше, они там, видимо, боятся оставаться на низколиквидном рынке. И зачастую вечерка бывает очень продуктивная. Даже лучше, чем не на связи. Я понял вас. Вот так думаю. То есть, самое главное для меня, что никаких принципиальных изменений по стратегии, там, каких-то правок в коде, что-то, так сказать, какое-то, этого не... Нет, сейчас ничего этого не делается. Сейчас все, как бы, рынок такой, что он практически на любых настройках сейчас позволяет худо-бедно, так сказать, что-то там получать. Поэтому без необходимости не полезен в этот процесс. Ясненько. Понял вас, Вадим. Спасибо вам огромное. Удачи вам на рынке, хорошего бизнеса. Ну и хорошо встретить праздники, которые в ближайшее время. В отпуск не уходите на следующей неделе? Будете с нами? Нет. Нет, я буду здесь. Так что увидимся, услышимся. Отличненько, отличненько. Ждем вас через неделю. Хорошего дня. Вам тоже. До свидания. Спасибо.